Привет всем! Меня зовут Николай Соколов. В этом видео мы с вами посмотрим небольшой пассажек на ля. Итак, здесь мы с вами будем использовать аккорд с тэппингом. И по сути дела мы такие вещи можем играть вообще легатной техникой, но так как скачок слишком большой у нас получается на кварту мы с вами будем прыгать, то эту кварту мы будем играть здесь тэппингом. То есть ноты в принципе достаточно простые. Здесь у нас мы играем ля, си, ми на шестой струне, это 5, 7, 12. И то же самое 5, 7, 12 мы играем с вами получается ре, ми, ля на пятой струне. И абсолютно такую же аппликатуру мы будем играть в три октавы. То есть ничего сложного, но будут некие нюансы, о которых мы сейчас с вами поговорим. Значит, смотрите, пассажик этот мы будем играть так, чтобы у вас нижняя струна потом не звучала. То есть как это можно сделать? Вообще есть несколько способов. То есть первый способ мы сюда ставим резинку, но в данном моменте у меня нет резинки, поэтому мы будем глушить это ручками, руками. Значит, мы ставим, когда вы играете, во-первых, тэпинг мы играем, медиатор мы зажимаем двумя пальцами и тэпинг будем играть средним пальцем. Кто-то может играть тэпинг вот так. То есть по-разному. Здесь уже, в принципе, уже зависит от того, насколько вы владеете этой техникой игры. Значит, здесь мы с вами будем играть двумя пальцами, указательные и безымянные пальцы. И играем три вольт. Раз-два-три. Раз-два-три. Сыграли. Теперь абсолютно такую же аппликатуру мы с вами будем играть только на четвертой струне и от седьмого лада. И еще раз на октаву выше. Значит, получается, если по ладам здесь у нас играем пять-семь-двенадцать, здесь играем семь-девять-четырнадцать и здесь играем десять-двенадцать-семнадцать. Все, других ладов у нас не будет. Соответственно, шестая с пятой, четвертая с третьей и первая со второй струной. Смотрите, что можно сделать с этим пассажем, чтобы он у вас чисто играл. Вот когда вы переходите с шестой струны на пятую струну, то кончик пальца у вас касается пятую струну так, чтобы еще слегка дотронуться до шестой струны. Все, то есть звучит только одна пятая струна. Если вы этого не сделаете, соответственно, будет вот что. И шестая струна тоже будет давать свой звук. Поэтому внимательно следите за этим. Переходим потом на четвертую струну и делаем то же самое. И, соответственно, дальше прыгаем на вторую струну. Здесь очень важно еще распределить внимание этого пассажа, когда вы его будете играть. Здесь дело в том, что вам нужно что сделать? Для начала придется отработать каждую схему отдельно. Сначала, например, вы прорабатываете шестую струну с пятой. Поработали над ней. Потом идете на четвертую с третьей и то же самое делаете там. Очень важно, чтобы вы добились акцента на первый палец. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Когда вы возвращаетесь назад, то делайте акцент уже на этот палец. И здесь у вас ритмика, конечно, будет ломаная. Потому что получается шесть нот мы играем фразу вверх. И здесь у нас получается так, что раз-два-три. И на первой струне уже раз-два-три мы сыграли. То есть эта нота у нас, она является у нас одновременно первой и одновременно второй. Как быть, если вы отрабатываете это все под метроном? Вот. Ну, во-первых, можно эту нотку подождать, пока метроном стукнет. То есть она у вас получается залегованная. То есть получается у нас 1-2-3, 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 1- Потому что здесь, например, мы можем с вами играть как квартон, так и еще какую-то другую ноту. Это уже как фантазия у вас будет работать. Так что желаю вам успехов, занимайтесь. Если что-то непонятно, записывайтесь на уроки в скайпе. Будем подробно это все разбирать. Добавляйтесь в друзья. Подписывайтесь на канал. Счастливо! Подписывайтесь на канал.